привет друзья сегодня мой с вами канал я и мой хвост и его автор и ведущий олег друзья сегодня эти выпуск наш будет не о собаках поэтому те кто ждет именно выпуска на собак может сразу же отключиться и перейти на какой-то другой канал но я знаю точно что многие зрители воспринимают уже канал я и мой хвост как что-то личное смотрит его как сериал поэтому давайте сегодня я анонсирую тему такую выпечка постного хлеба ну во первых я хочу поздравить всех девушек с 8 марта этот выпуск для вас хотя может быть некоторым мужчинам тоже будет интересно полезно и пригодится итак мы сегодня будем в связи с постом с вами печь постный хлеб что нам для этого потребуется и почему я собственно говоря начал этот выпуск именно вот почему-то хлеб да решил печь я вообще такие вещи люблю и на стене вконтакте и в одноклассниках я разместил пост о том как я выпекал хлеб ну естественно ко мне стали поступать звонки там вопросы как я это делал рецепты собственно говоря поэтому именно я и решил снять такой фильм о и вкусный хлеб у нас получился до саш да с вареньем еще вот так вот вот друзья собственный хлебушек собственный хлебушек собственного приготовления семечками до собственные чай тут у меня же не только иван чай тут у меня сборы всевозможные да чай еще ферментированный нас аж тебе с вареньем кушай сама будешь ну давай самое главное что надо сказать туда в камеру давайте что нам для этого потребуется нам для этого потребуется ну во первых мука пшеничная мука ржаная либо какая-то другая мука я вот в частности использовал также и гречишную муку клет такой получился знаете такой достаточно интересный и немножко с привкусом гречневой каши но это опять же все на любителя можно использовать также отруби можно использовать всевозможные семечки в качестве посыпки можно использовать вот такой вот кунжут для того чтобы кунжут держался нам еще потребуется крахмал соль дрожжи либо натуральные дрожжи вот такие вот либо термофильные дрожжи но сухие вот в простонародье да там французские там не французские но термофильные они называете но хочу вам сказать сразу же что по опыту моему что вот с таких дрожжей с натуральных дрожжей хлеб получается более такой ну элегантный красивый вкусный нежели более пышный нежели с термофильных дрожжей соотношение таких дрожжей получается если здесь мы будем использовать 10 грамм то там будет один к трем ну деви с чем-то три с чем-то грамм так ну все об этом я расскажу то есть это я вам сказал теперь что нам потребуется для того чтобы выпить хлеб ну соответственно потребуется духовка лучше если духовка будет с конвекцией весы которые нам вот вот на кухне весы это вообще я считаю что это они постоянно должны присутствовать и тем более если вот у нас в доме живет собака да мы посредством весов с вами контролируем а то количество корма которое мы соответственно выдаем своему животному при кормлении поэтому весы на кухне это вещь просто сто процентов необходимая ну соответственно нам потребуется кисточка для того чтобы обмазывать маслом она обязательно потребуется вот либо сито либо вот такая вот кружечка эта кружечка нужна для того чтобы просеивать потому что мы не будем с вами использовать ни молоко не яйца для того чтобы столба у нас была достаточно пышная мы обогатим кислородом посредством вот такого сито то есть надо будет нам просеять обязательно что еще потребуется потребуется нам значит ну емкости которых мы будем взвешивать которых мы будем смешивать все это ну и соответственно я вот использую такую вот силиконовую форму можно использовать обыкновенный противень либо какую-то другую форму который вам предпочтительный ну что и так приступаем также также я еще вот именно связи с постом для того чтобы разнообразить нашу семейную жизнь так сказать я подключаю и свою дочь и свою супругу к выпечке этого хлеба потом сашка в детском садике рассказывает о том что она сама испекла дома хлеб так что поехали кстати я забыл еще сказать о том что я использую семечки то есть семечки очищенные семечки они как бы продают еще энергетическую ценность и такой пикантность моменте когда вы хлеб кушаете то есть вот еще семечки и так давайте приступать что мы делаем самого начала самого начала мы взвешиваем то есть пропорции можете сохранять количество как бы я такое усредненное дам на обыкновенную блок хлеба и что нам потребуется вот мы ставим емкость ставим емкость включая весы и сейчас я отмерю 400 грамм пшеничной муки просеивать я буду позже сейчас я буду просто отмерять количество причем хлеб получается ну реально вкусный вот такой булки хлебом не хватает я пост соблюдаю поэтому как бы мне такой булки хлеба хватает на четыре дня лежит она смело в холодильнике где-то на четверо-четверо-пятеро суток это уже проверено так вот 400 грамм после того как я взвесил значит 400 грамм пшеничной муки теперь я 100 грамм отмеряю муки ржаной еще два грамма нитрина ну я рекомендую соблюдать рецептуру потом вы когда рука уже набита будет у вас вы будете количество ложек этих знать отлично то есть я соблюдать вы как знаете вот после того как я отмерил 500 грамм ну целиком полностью получается 400 грамм пшеничной муки и 100 грамм ржаной уже здесь я уже начинаю просеивать то есть я дополнительную беру такую вот чеплашечку насыпаю все это дело вот такую волшебно кстати удобная кружка достаточно вот я насыпал да и начинаю видите россии вы то есть мука во первых комочки всевозможные отсеиваются вторых насыщается кислородом и становится мука более пышная то есть я эту процедуру все-таки рекомендую вам не избегать конечно если на скорую руку то можно и пропустить ее но я еще раз повторю мы не добавляем ни молоко не добавляем не сливочное не маргарин то есть то что придает пышности значит у нас хлебу нашему и здесь мы используем вот такие вот возможности то есть мы насыщаем кислородом муку и те еще избавляемся тем самым от всевозможных комочков выпечка этого хлеба занимает очень мало времени то есть больше времени знаете вот там после того как мы все ингредиенты смешаем замесим тесто надо будет чтобы он час постоял сама подготовка и выпечка выпечка идет 30-35 минут подготовка но тоже где-то около этого даже меньше я считаю пока я тут вам настраивал камеру пока рассказывал у меня больше времени прошло чем я выпекаю это хлеб да еще потребуется чистое полотенце желательно с натурального мыть нервов и ни в коем случае когда хлеб выпечите свежий хлеб для желудка очень вреден поэтому надо было чтобы он как минимум несколько часов постоял поэтому если у вас будет заканчиваться хлеб подготавливайтесь заранее так вот у нас мука готова теперь я на весах отмеряю следующие ингредиенты то есть я вот поставил тарелку обнулил опять теперь я взвешиваю 50 грамм отрубей отруби у нас очень полезны для пищеварения все вы знаете об этом продаются они в аптеках в основном цена у них достаточно дешевая такая вот такой 200 граммовые пачки вот считайте сколько тут 200 грамм до использовать мы будем 50 грамм то есть на 4 буханки хлеба вам такой пачки хватит стоимость ну да это по моему 40 рублей стоит взвешиваю 50 грамм 48 у меня закончились но ничего страшного так так затем я добавляю 50 грамм очищенных семечек вот тут моя помощница пришла которая сейчас будет помогать взвешивать да саш ну вот сейчас мы добавляем 50 грамм семечек и будет работа моей дочери то есть в общей сложности отруби и семечки у меня получилось 100 грамм я это все дело высыпаю 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 теперь 10 грамм соли ну можно даже вот как сделать сейчас уже можно делать вот так ставим обнуляем и добавляем 10 грамм соли так всего 10 грамм соли мы добавили после 10 грамм соли я добавляю 10 грамм дрожжей если у вас нету таких вот вот дрожжей натуральных дрожжей то как бы можно использовать термофильные дрожжи как они выглядят все вы знаете прекрасно и я вот так вот рассыпаю приятные на ощупь они такие а чё ты крышку достаешь зачем саша она нам потребуется будет не нужно так с ингредиентами мы закончили мы засыпали я еще раз повторю 400 грамм пшеничной муки 100 грамм либо ржаной либо там гречишный либо там овсяный ну какой угодно сейчас мука всякая разная продается после этого мы добавили 50 грамм отрубей 50 грамм семечек ну либо 100 грамм отрубей и 100 грамм семечек либо того того нету можно вообще этого не добавлять это уже на ваше предпочтение 10 грамм дрожжей сырых либо 3 грамма дрожжей термофильных и 10 грамм соли после этого мы берем саш чем мы венчиком взбиваем да давай мы взбиваем венчиком то есть мы весы уже убираем берем венчик я зову свою помощницу александру саш ну давай-ка я стульчик подставлю тебе ты помешаешь и тогда у нас вообще вот я люблю вечер вещи ручной работы я считаю что когда мы делаем сами то вот это вот энергетика которая находится у нас мы же все это делаем с любовью она передается нашему изделию то есть аж мешать нужно с одной стороны каждый раз в одну и ту же сторону да ты знаешь об этом давай мешай это уже не первая булка которую мы с сашей вдвоем делаем да скажи всем привет привет то есть тепло наших рук передается вот как бы наш хлебушек мы вообще любим такие вещи мы про иван-чай вы все прекрасно знаете да то есть я вот сейчас две баночки вам достану покажу потом с чем мы будем этот это мы сами делали этот иван-чай передачи ссылочки будут то есть вот если открыть и понюхать вы себе не представляете как это все дело пахнет то есть мы домашний хлеб с домашним собранным ферментированными подчеркну иван-чаем будем потом пить чай и кушать хлеб так пока саша мешает я сейчас у меня вот здесь есть подготовленная вода надо будет именно не миллилитров а 400 грамм надо будет 400 грамм воды комнатной температуры не горячий и не холодный все молодец доча давай я тут уже сам то делаю ладно не разрешишь у всех как чем он сказать дальше заслужите доверие а так вот молодец моя хозяюшка ну в общем почему я перемешиваю венчиком то есть видите я там не 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 ложкой мешая именно мешаем мы саше мешаем венчиком венчик нужен для того чтобы опять же вот как бы все это дело насытилась кислородом то есть именно для этих целей перемешали перемешали тщательно посмотрели глазками чтобы комочков у нас не было никаких да то есть со дна хорошо цепляем что-то в уголках тарелки как это обычно происходит ничего такого не нет не отложилось дальше я делаю такой вот как бы кратер да и наливает завод опять же ставлю весы я повторю здесь у меня на весах можно и миллилитр выставить ну в граммах все по рецепту то есть ставлю и добавляю 400 грамм да немножко больше я добавил потом муки надо будет добавить чуть-чуть все и вот здесь на твой браслет а где твой браслет а вот он очень мы хозяйственные на держи свой браслет затем я беру ложкой и не 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 вот этим концом что налипать будет а вот вот этим узким концом я начинаю замешивать все в одну сторону так вот как на уроках химии нас учили что если вы размешиваете размешивать нужно всегда в одну сторону то есть если я мешаю в эту сторону в эту сторону а только будут получаться комочки да так а мы сказали уже а я потом скажу в конце так мы с дочкой печем хлеб общаемся разговариваем одновременно вместе проводим время вот когда я добавил семечек папа ты сюда добавил чего семечек семечек обязательно добавил ты же любишь семечки вот я семечек добавил ну дальше я начинаю мешать руками но это начинает все это прилипать вот мне там порекомендовали я не такой прям кулинар что прям знаете всю жизнь этим занимаюсь я пробую начиная пробовать всегда мне сказали что можно руки маслом растительным как бы смазать и тогда я ничего прилипать не буду сейчас попробую кстати вот я смазал и начинаю замешивать обязательно попробую я попробую все равно прилипает но вот здесь в связи с тем что я водички перелил чуть-чуть я чувствую что надо немножко добавить как бы что они не потерпать я повернусь пиони папа это еще не стоит какой какой о я как это как я это как это вода м добавлю му Да, чтобы оно потуже немножко получилось. А потом я соберусь, я видела в магазине цветочки. Цветочки в магазине видела? Да. Молодец. Сегодня вообще не выходной день еще, седьмое число, но у нас тут температура, поэтому Сашка у нас на карантине осталась дома болеть. Но мы время зря не теряем, как видите. Мы для вас снимаем, для себя делаем, проводим время с пользой. Папа, а ведь ты, папа и я. Да, делает папа и доча делает. Короче, мы это для себя делаем. Да, для себя получится вкусненький хлебушек у нас, да, Саша? Надо еще маленько добавить. Надо еще маленько добавить. Папа, там что-то гибнет. Гибнет. Там папа достает уже голову. Короче, вместе пеком хлебушек. Хлебушек? Да, хлебушек вкусненький, причем. После того, как мы тщательно все это смешаем, мы оставим все это дело стоять ровно час. Ровно час? Да. Ровно час мы оставим. Ровно час мы оставим. Ровно час мы оставим. Такой вот консистенции, да, получается кусок теста у нас. То есть тесто не должно быть тугое, как вот на пельмени вы делаете, да, но должно быть тщательно перемешивание. Ровно час мы не будем. М glazeом乾까요? Шемяномы найти свой опис. , кстати, мнеlandow. Чем-то konuşло. Здорово написано- Так, после чего я беру форму Беру форму и смазываю ее маслом Это мне помогает кисточка Мама, дай мне песочек теста, а я маму качу Маму, тесто на маленькое Вкусненько Так И сейчас я накрываю приготовленным заранее чистеньким полотенцем Полотенце тоже сами шил, поэтому я как бы люблю такую ручную работу Накрываем сформированный такой колобушек, какой у нас тут получился, колобочек Мы его накрываем И ставим в теплое место ровно на час Вот убираем Сейчас у нас время 11, до 12 часов мы его убираем Тем временем, тем временем Я еще потом хочу подсыпать сверху булку хлеба как бы кунжутом То есть пока час у нас оно там стоит Я хочу еще дальше что сделать Это обсыпать кунжутом Для этого мне нужно будет приготовить раствор То есть если сверху кунжутом обсыпать Для того, чтобы кунжут закрепился Нужно обмазать либо молоком, либо яйцом Но у нас же хлеб постный Поэтому как бы, ну, нельзя пользоваться такими продуктами Поэтому есть еще один способ Чтобы кунжут как бы наверху задержался Это мы будем использовать крахмал и соль и воду То есть вот такой раствор мы сделаем И так, мы опять же Штука вообще необходима Я еще раз говорю Как владельцам собак, так и просто на кухне Это весы кухонные Ставим кружечку Видите, кружечка какая у меня Серега, спасибо тебе за маечку Спасибо тебе за кружечку За часы, которыми мы пользуемся Значит, ставим кружечку И наливаем 40 миллилитров Вот здесь уже миллилитров Я в режим перехожу в миллилитры Обнуляю И наливаю 40 миллилитров 40 миллилитров Получилось у меня как бы воды К этим 40 миллилитров воды Я добавляю Пол чайной ложки крахмала Ну, вода опять же должна быть не холодная Не горячая А такая комнатной температуры Пол чайной ложки крахмала Картофельного я добавляю Перемешиваю Перемешиваю И четвертую часть ложки соли Вот этим вот раствором Мы сверху кисточкой помажем наш хлеб И сверху посыпем кунжутом И тогда, как говорят Кунжут не будет отсыпаться Ну, я, честно говоря, буду пробовать это все первый раз Поэтому посмотрим, как оно там будет на самом деле Ладно, ну а сейчас мы займемся уборкой Своими домашними делами какими-то Ровно через час мы с вами встретимся на этой кухне Для того, чтобы продолжить выпечку нашего хлеба Время пошло Так, итак, прошел час Тесто наше поднялось И я уже начал, честно говоря, забыл про камеру совсем Я начал формировать колабушек То есть Вот такой вот Колабушек я сформировал В обмазанную форму Вот мы с вами обмазывали форму, да? Я свой колобок укладываю в эту форму И оставляю еще на 30-40 минут Подниматься также в теплом месте То есть накрываю также полотенцем Ждем? Итак, прошло полчаса Сейчас достаем мы наш хлеб Папа Видно, да? Сейчас мы сделаем его красивым Подожди, Саша Вот у нас здесь подготовленный раствор Как я говорил, крахмал, соль и вода Макаем кисточку туда Пусти И смазываем На, Саша, смазывай Вот, молодец Вот здесь Давай еще Вот 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 так Вот так, да? Получится у нас красивый хлеб И получится у нас красивый хлеб Да Получится у нас красивый хлеб Да И вот Катька у нас сидит Как ее Катька зовут? Вот Это маленькая Анастасия 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 А теперь мы достаем наш кунжут Тихо Дырочки делать тут не надо Отпускай Все Ставим И посыпаем 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 Так Давай Сыпь Держи И сыпь сверху И сыпь сверху Пальмаж Пальмажи Пальмажи Маленько Пальмажи Пальмажи По краям По краям И Нет Я тоже Эй Держи А это масло давай давай замазываем все молодец хватит да сейчас у нас духовка разогреется до температуры 250 градусов она сейчас греется и мы будем ставить его сейчас пока подожгем пока духовка греется мы еще вот накроем пусть тряпочкой а твоя анастасия посмотрит за нашим скажи настя смотри да а настя смотри просто филе просто просто филе смотри вот так мы с сашкой делаем хлеб о привет так духовку мы разогреваем до 250 градусов после того как ставим хлеб ставим 220 220 конвекция греется сверху снизу после этого устанавливаем 30 35 минут таймер а а а а а а а и а и и и и и и и и и все ждем так таймер у нас запищал хлеб готов выключаем отключаем остается и 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 Вот такой хлебушек у нас получился Из формы его обязательно надо достать, чтобы он не запрел Но в горячем виде кушать его не надо Потому что это вредно для желудка для вашего Поэтому надо обязательно, чтобы он остыл Достаем из формы Вот видите, какой хлебушек у нас Кунжут не осыпается, поэтому Я поближе так поднесу Кунжут не осыпается Хороший ржаной хлеб получается у нас Я кладу на деревянную чистую подставочку Так, форму Мойку убираем Накрываем Полотенцем ждем, когда сдвинет После чего с Сашей мы будем пить чай С вами был канал Я и Мой Хвост, я его автор и ведущий Олег, моя соведущая Смотри в камеру Саша Саша Всем пока, спасибо 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok